всем привет меня зовут коллег с вами канал зеркал и мы продолжаем проходить эти маски фиг собственно остановились на том что мы встретили арого знакомого грунта кроганом и сейчас мы должны разбираться то ли трахни то не непонятно с кем то ли со жнецами короче бежим узнавать что да как об этом говори было то что крогана слишком уверенно в себе это их слабость модификатор как у меня стоит нормально у этого у этого плохо стоит а увеличит на урон увеличу трону ближнего боя позволяет пробивать повышает урон на 20 и этом что и этом ему а при этом на 40 процентов меньший урон это так а ну и вот это тогда получается а все окей у всех остальное все стоит нормально так что ж такое она падает эти вход в туннель окей сейчас подожди мне кажется если туда пойду она сейчас обвалится есть не поговорю я как дела больше час времени провел на тучанке узнавал каково это быть кроганом уроки в лаборатории где меня создали были похожи на тренировочное оружие им не хватало настоящей опасности кровь и боль были вы нужны мне я делал ошибки но я учился расскажи мне еще об этом отряде орлах означает гневный глаз нас назвали в честь слова солнца тучанки рекс выбрал из разных планов он вдруг ты послали нас потому что мы сильнее всех а когда вот кир создавал тебя а кир позаботит то что я знал что это достойный враг а все думали что они мертвые уничтоженные кругами и доказал что это не так а если они здесь то я это моя кровь требует их смерти как не бывало да и челнок их пропал похоже им некуда было не деться а впрочем какая разница мы пришли чтобы найти рахни и выжечь их гнездо просто идем наконец-то я прикрываю шепард так походу здесь будет вестись решение и по оставить опять рахни или типа ставить грунта я вот это вот принялась на это блять осторожно сука напугала а завал и бать это мы в норме поддерживаем связь ну ожидаемо было ожидаемо ожидаемо так идем и идем в туннельку вижу тут тело разведчиком несколько дней а если на видео разобери она ему больше не понадобится а так не мед а паутина ого это паутина слоги похоже на то и расслабляться верно им приготовиться это за музыка да тут ничего абсур со спорами а что это надо идти осторожно они опасны там туда дальше походу да ай так огнемет 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 это технология жнецов возможно как-то это ёп я чё-то нашел а добыла этих для добыла сохранить я вперед вижу так ну зато знаю где можно не тратить огнемет и пройти дальше а здесь проходим охраняемся и блять а еще огнемета дали я понял идем дальше бллять кто ты такое как стоять стань тайт-тайт-таять-таять-таять-таять-таять оружие взять оружие и бать и ботин и дет это модификация какая-то на тебе отлично а я думаю не справится они правильные какие-то рахни это точно они изменились и они очень опасны наконец-то есть кого убивать пока ничего потерял трога на воронке плохая смерть гнездо где-то здесь а что-то очень важное все перевернули вверх а барьер туда и как же мы пройдем а вот так вот раз и прошли а технолежницу походу так а чё барьер надо изучаем туннель такое беги путь назад отрезан похоже придется поискать другой выход вперед что это за шум шепард у вас там все хорошо обвал мы целы хорошо тут можно пройти вон а а куда найти центральную камеру там можно пройти а тут ничего она может удар я понял что случилось разведчиками что-то выяснил а и крепко досталось их командира приказал мне принести отряда понадобится помощь идите охраняемся там ничего нету ничего нет там так идем дальше ну да так ими похоже на прощальную записку он просит чтобы это доставили азаре по имени эрэбет на цедадели хорошо так тут ничего мерч еще так это походу туда дальше нам надо идти а тут чё ничего так окей идем дальше опять большой зал капитан дождя неприятности походу но я так и знал гибаж что это гибать как вы сдохли уже а блять пиздец это только так вот решать его и долго вы там стоять будете гибать ага отлично подбери и спустили сразу очень вовремя так большой зал хорошо кто тут там куда ёп это барьера ёп спрятаться закончились патроны явит как всегда сдох ёп прикройте меня прикройте почему огонь не огонь а что с моей винтовкой это не моя винтовка по моему у нее другой прицел был что он еще жив это не моя винтовка у меня другая была у меня какая-то как и по арбалетам стреляла или что-то такое это пинель какой-то так идем дальше так сохранения нет так на дробовик приходится подраться крепкие твари ё-моё раевик какой-то а вот эти черные из них вылазили теперь раевики опять эти мелкие гады это необычные рахни да наверное если ты их изменили а походу все так нам туда знаете что я так подумаю поиск оплатиться прямо тут а броня верно у нас они такой за всех сил чтобы мы не дошли да что такое а кто по мне стреляет так 85 патронов осталось на огнемет иду 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 а шепард нас блокирует слишком много греон те скоро буду я кругом и дойду иду и у есть кругом вот переключатель скорее так хорошо а куда это переключатель спасибо шепард нас не сеть задержала а технологии жнецов мы тоже на нее нарвались сейчас рахни отступили но они получают наши раны а почуют наш рак а любой нормальный враг в такой ситуации берет и прикончит нас очень скоро мы почти на месте грюнт эти барьеры защищали то что находится дальше мы пройдем туда убьем все что движется выиграем во время удачи удачи грюнд мне нужна удача у меня есть патроны роган и готовься так а мне куда они они там стоят не туда дальше что ли получается осторожно еще яйца это техника шнур как нам сюда да узкий проход по погорик что это кролева по ходу вперед мы нашли главный зал отлично мы вас прикроем шепард скорей проклятие что делать где включатель так стоять надо а вот крупные силы врага я не могу залезть вот да а ну а а а а а в а а а так отлично пробираемся капитан сюда да да так это огнемет но что и так а точно в цель нужно на тебе готова ёбаный рот я умру я умру и умру я не умру в туалете а все на гранату что я не успела читать ебать что-то там вышло нет они открыли двери и оттуда что-то вышло до я не понял где я появился да я появляюсь там где враги броня броня я не знаю что это было но я думаю это очень нужно было ебать да ну отлично рак не отступают чтобы испугнула а немедленно как точно тут и спина черт уходящий с ума звуку пути кто ты последняя королева мы слушаем детей они молчат пустые последняя королева мы слушаем детей они молчат пустые пришли машины и забрали их на войну они умирают одни тишине далеко это сделали это с тобой до двух машин везде но на вере я позволю тебе уйти ты обещал что мы больше не стиле в сырах не должны были исчезнуть мы помним мы сдержали слова ушли через ретранслятор мы создали новый дом прекрасные дети гармония но пришли машины услышали нашу песню их невыносимые звуки заставили нас показаться если поработали поработили тебя заставили машины не могут исправлять нами но они посадили нас клетку делает нам больно мы должны повиноваться нужно лишь разбить оковы и мы будем свободны на на вере я дал вашей расе еще один шанс а теперь я снова в какой-то пещере вынужден с собой возиться мы все еще можем стать целым наша песня еще не может быть пропета то дети вернулись они уничтожат нас выпусти мы засекли движением много движений спасибо грюд надо их хоть одну причину помогать тебе машины за сделали нас рабами мы будем сражаться выпусти нас ее искалечили что вы сбежать ей потребуется у нас нет времени если мы останемся отряду орала в конец понимаешь слушай меня отряда было бы сдержать рахни пока королева уходит я спасал тебя дважды теперь ты работаешь на меня грант вернись к нам и выведи нас тебя возьми шепард я покидаю группу иду к тебе капитан это приказ она слишком ценный союзник а теперь выводи нас отсюда но мы спасли рахни походу шуток впереди давай я их задержу уходи отсюда шепард да ну не моя очередь а 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 у нас все и не так капитан счет нас ждет Грюнт, еда у кого-нибудь есть? Смотрю ваш рапорт про Рахни, капитан. А ситуация могла быстро стать очень сложной. Надеюсь, вы знаете, на что идете, заключая союз королевой Рахни. Прошлый раз мы на этом обожглись. Я верю в вашу интуицию, капитан. Роли, поможет нам, адмирал. Надеюсь, что так. С другой стороны, мы лишили жнецов в армии Рахни и заручились дополнительной поддержки со стороны Кроганов. Я считаю, это хорошо. Мне пора, капитан. Берегите себя, конец связи. Шепард, ты все же выбрался оттуда. Кажется, я пропустил отличную драку. Было тяжело, Рекс. Нам тебя не хватало. Слишком много, говорю. Некогда сражаться. Устал. Идет война, а я пытаюсь охранять мир. Говорят, ты заключил какое-то соглашение с королевой Рахни. Если Рахни снова нападут и нас, отвечать придется тебе. Ясно. Говоря, Грюнт оделся парой царапин. В принципе, можно. Поднеть, чем у вас снова будет драться. Рад слышать. Пора мне снова за дело. Не пропадай, Шепард. Так, мыло, не что-то хочешь сказать. Шепард, анализы перепроверенные. Результат обнадежит. Можно обеспечить что-то там. Хорошо, теперь можно убрать нож. Лекарство готово? Нет, а нужно еще вектор передач. Нет пробка, если не дать каждому пробу. У вас обычный масса иди, мордер. А вы уже меняете генофаг, должен быть другой путь. Конечно, много возможностей, только времени мало. Не могу с нуля создать науштам. А грунтовые воды? Нет, медленно. Добровольная вакцинация, долго. Население растений для воздушных капельных... Да. Завеса. Постоянное растение в воздушных частицах. Построение с лариантами, чтобы поддерживать атмосферу тучанки. Еще использовали турианцы. Мы с его помощью таймера распространяем вирус генофага. Так удалось подавить кроганское восстание. Большой риск рассказывать об этом мне. Иногда я понимаю, почему кроганы любят стрелять по каждому встречному. Что было время отчаяния? Да-да, но теперь пригодится. Первые штанги на фагах в челюстях в хранилище завесы. Использует его как вектор передач, потом завесу, чтобы... Ну ты и хитрец, маленький прыжок. А выходит, вот наша надежда. Тогда готовьтесь, как бытие профессора. Конечно, готов, когда будете в медоцеке с Евой. И капитан Амираландес, она ведет связи. Так, окей, сейчас поговорим. Шепард, итак, галактика особо на жнецов. Мы наконец-то можем передохнуть? Не совсем. Есть кое-какие сложности. Как всегда. Хакет рассказал мне о горном. Кажется, перед тобой стоят непростые задачи. Я чем-то могу вам помочь. Кажется, вы искали с Андерсом, были близки. Я перед тобой в долгу, Шепард. Мы искали знакомым почти 20 лет. Мы даже подсапали с Сароном, но за его карьеры. Мы с ней были, не просто близки. Она по вам скучает? Я по ней тоже скучаю. Перед концом света всегда вспоминаю, что хотел сделать и не сделал. Может, когда война закончится, мы с Калей это справим. Я буду делать что-то об этом. Вы скоро снестрить. Надеюсь. Но сейчас у нас проблема посерьезнее. Полная галактика напуганных бюрократов. Поэтому вы меня и подряд. Основная твоя задача – убивожнецов. Надеюсь, политические игры тебя не угнетают. Ничего, справлюсь. А как вы? Что происходит на Земле? Не буду утомлять подробностям. Просто скажу, что многие города занолчали. Что так плохо? Мы с тобой знали, что нас ждет, но остальные... Не думают, что шок у них пройдет скоро. Ты в безопасности? Через час все может измениться. Я выбрал сна челнок из Ванкувера, теперь прячусь то в одной норе, то в другой. Стараюсь выжить. А что начали с Несов? Они хватают все, что движется. Пока работают по большим городам. У нас остается какое-то пространство для маневров. На Диспрайс? Черт, да мы все еще продолжаем переговоры. Пытаемся организовать местное сопротивление. Добровольцев наконец-то хватит. Все знают, что от них зависит. Пока не знаю, как мы победим, но победили точно. Даже если... Однажды ты уже умер, но тебе это ничуть не помешало. Но все же мы будем искушать судьбу. Береги себя, Шепард. Ютуб, сэр. Ивы, сэр. Поговорим еще потом. Конец связи. Окей. Так, тучатка. Так, все? Так. Иннопрошленцы. Так, рабочий рахни. Вовсе не являет неразумный у насекомых, рахни разбираются в технике не хуже других народов. Несмотря на то, что поначалу приняли настороженно, рабочие рахни оказались полезны при сооружении горна. Особенно хорошо они справляются там, где нужна командная работа. Руководители проекта с каждым днем доверяют им все более сложные задания. Окей. Так, тут все. Альянс. Третий флот. Что там? Найроби. Один из лучших фрегатов, совсем недавно сошедших со стопелей. Он еще ни разу не бывал в бою, потому команда много времени проводит за изучением, готовясь к настоящему контакту с врагом. Третий флот, размещенный у Артура. Возглавляет адмирал Нитыш Синг. Когда к станции подступили жнецы, Синг уже вывел флагманский корабль Логан на дистанцию боя ускорителей массы. Орудия дредноута сумели остановить разрушителя, не дав ему уничтожить третий флот. Но перед лицом превосходящих сил жнецов Синг пришлось отступить. Так, тут все. А Кроган? Это Грюнт должен быть там, да. Идеальный Кроган оказался выброшен в жизнь без прошлого, без имени и без цели. Уничтожив вместе с капитаном Шепардом коллекционеров, Грюнт вернулся на тучанку, чтобы научиться быть Кроганом. После множества споров кланы согласились принять Грюнта. Молодой Кроган показал себя хитрым, сильным и осторожным. Он знает, что его опыт будет полезен в сражении с жнецами. Так, хорошо. Ты мне что скажешь теперь? Капитан Анатур Кеши, вы мастерски провели операцию по спасению женщины Крогана. Мне помогли. Морден Сол узнал, что делает. Да, Гарус упоминал о докторе, который был с вами на здании Ура-Транслятора Омега-4. Удивительно, что Солуриен заботится о Кроганах. А война полна сюрпризов? Редко они окажутся приятными. Я рад, что это оказалось нам. Выгодим. Так, турецкая помощь. Ваши новые обязательства на тучанке. Так, это все. Понятный кто? Так, там все. Грюнд, Грюнд Рекс. Так, кредиты. Давай с тректом поговорим. Нужна помнить Шепард? Ничего нового. Что-то не так? Морден. Он взял у меня образцы ткани. Скажем так, ткани были взяли оттуда, откуда не надо ничего брать. Понятно. У меня был приятель, который демонизировался по 6-й статье после Эдин Прайма. А по 6-й? Черт, не будет. Я найден тоже, ты перешнулась. Кого? Омега. Брейн. Омега постепенно успокаивается. Похоже, когти станут новой службой безопасности на станции. Их вожак что-то сказал о том, что почтит память Кандрос. Было бы очень мило, хотя все сантименты, они подкрепляют оружие. Будьте осторожны и помните, что как минимум один батареанец не желает вам зла. Так, я понял. А знаешь, мы вооборот изучали Рахни. Они общаются без задерживки на дальних растениях, управляя рабочими особями. А на близком растениях королевам может и говорить даже через мертвых и умирающих Рахни и других существ. Рассерт, они на нашей стороне. А разработчики, наверное, сообщения без квантомеханических передатчиков, может, когда война закончится? Так. Теперь надо снова со всеми поговорить. После каждого основного, так сказать, сюжетного задания, надо со всеми разговаривать. Потому что мы избавимся от запаха. А, говорить. Как там Грюнт? Ребенок из пробирки совсем вырос. Скоро придет себя. Готовый бит и крушить. У него был отличный учитель, капитан. Каждый раз стреляя в кого-нибудь из дробовика, ей смеяться, он будто вспоминает тебя. Кузя говорит, там были Рахни? Да. А я думал, они на твоей стороне, с тех пор, как ты спас их королеву, наверное, верить. Она ни в чем не вината, ей снова поймали. Теперь она помогает нам. До тех пор, пока жениться опять не возьмут на эту кисло-желтую ноту или типа того. Возможно. Командер? Командер? А-а-а, так. Понял. Если вы хотите поговорить больше... Так, так, тут, кто-нибудь понажимает. Позакрывает что-то, нет? Ладно. Так, пойдемте дальше, поболтаем со всеми. Блин, ну Явик какой-то слабый, его чуть ли не каждый раз убивают. Я не знаю, в чем причина. А ну-ка, каюта капитана, мы к себе давно не заходили, пойдем зайдем, посмотрим. Сейчас со всеми поговорим, все сделаем и закончим на эту серию. Собственно, так, тут что у нас? О, боже, голова. Так, корабли, корабли, личный терминал. Так, это доска, этого я понял. Кясики. Провода какие-то, если я так стать... А-а-а, кто-то я на в этом подобрал. А-а-а... Вот так это оставим. Так, скорость становления щитов, урон от умений. Так, урон от оружия, урон попадания угол, а ближнего боя. Так, это урон от оружия. Так, нет, от оружия. Так, урон от оружия, боезапас, здоровье. Ммм... Нет, урон от оружия, пускай. Так, все вроде. Так, ладно. Ничего нет, не завалялась. Ничего. Так, а жилые палубы? Так. Тут тихо. И надо мне его основать. Так, тут тоже тихо. А куда Грюнта посадили? В лабораторию в лабораторию в методсек, что ли? Это первое время мы встречали в тихо. Ты уже их поживил? Несколько лет надо верить. Саран и его подручные пытались садить в какую-то информацию из королевы Рахни. Ты видел королеву? Черт, да, мы с ней даже сражались. Разговаривали. Невероятно. Ты через это просто потрясаешь. Ну, тогда это воспринимает задоврядно. Вот сейчас время приходилось выбираться из этой беды. А попасть в другой и стараться при этом загнуться. Так, они сидят трындят. Что тут накурина? Эй, а бычки потушить нельзя было? Вы типа отдыхаете тут? Так. Гарус? А Шепард, только одно слово о Грюнде. А теперь дохлых мешок прибавится. Это точно. Так, всё. Не делитесь, не балуйтесь, и я пошёл дальше. Ай, я пошёл дальше. Так, иначе вот там нету, по идее. Но... Это... Гаруса. А ты нашёл новых инженера для горных лип? А пятеро ученых раньше работаешь на сонных Сен-Страйд, которые пытаются лечить прицепную градиность планеты в Гарву. Так, тут чё? Улучшение? Нет улучшения. Так, письмо доктора Лока Адмирала Хайкетта. Охрана чуть не открыла огонь по Рахне, когда их корабль подошли к горну. Чтобы их пустили на борт, мне пришлось несколько раз упомянуть ваше имя. Они выполняют инструкции, но все участники проекта нервничают, видя повсюду Рахни. У профессора Лау чуть не случился припадок. Я напишу обязательно, как пройдёт следующее собрание. Доктор Лок. О записи разговора Грюнд и новобранца Ара Лах. Новобранец. Всё равно не понимаю, почему уродцы из аквариума ставят командовать целой ротой. А я не понимаю, почему мне вместо солдат дали кулахнычащих пыжиков. А слушай, Карлик, я на войне провёл больше лет, чем ты убивал врагов. Попытки спариться с лариантами за войну не считается. Никто не смеет. Кто-нибудь, помогите ему. Выходим через час. Так. Занято. Это хочешь поговорить, время у меня есть. То есть, я бы с удовольствием отвлеклась. Что ты занимаешься? А думай, сколько времени понадобится, что справится с протеанами? И сколько продержимся мы? Чтобы покорить протеан, мне понадобилось несколько веков. Мы не так сильны, но всё равно можно сопротивляться лет сто. Это своего рода эгоизм, но я думаю, что даже если мы проиграем... А мне всего 109 лет, Шепард. Я могу прожить достаточно долго, чтобы увидеть конец нашего цикла. И вот 109? Да, я знаю. Грех жалуется на продолжительность жизни в тысячу лет. Я привык ожалить тех, кто не живёт так долго. А может, нет ничего хорошего в том, чтобы жить так долго и видеть так много смыслей? Не переживай за это, Оляра. Мы пока не проиграли. Только потому, что ты ведёшь нас в бой. Наконец-то нас поддержали наши лидеры, но никто из них не способен на что-то. Иногда я думаю, как это тебе удаётся? Я думаю, о тех, кто мне не безразличен. Это придаёт мне силы. Я рада была среди них. Надеюсь, вы. Конечно, ты среди них. Мне уже полегчало. Спасибо, что заглянул, Шепард. Давай потом поговорим. Окей. Деформация открыта. Деформация открыта. Деформация открыта. Я же говорю, он там. Так, ладно. Тут ничего нового. Главное, батарея. Ничего. Так. Значит, идём, посмотрим. Не дать всех. А те, кстати, наши доктор Чак вас. Вот это. Её куда переселили? Шепард. Ааааа. Требу можно переселить. Шепард с химутит. Завеса. Мордингбольц. Сегинофайл. В отношении Агдан. А буду знать, если понадобится. А продолжать завесу. Тем временем. Хорошо. А переспределить данные? Так. Иннофак Мординг. Эксперименты. Ничего нового. Куда вы Чак поддели? Она тут сидела. Выкнали её, видимо, куда-то. Так, инженерная палуба. Так, Агрюнге, подожди. Я не ожидал, как ну с Рахни в этом цикле. И всё же я не удивлён. Ааа, говоришь о использовании в качестве оружия? Они сражались за нас. Это было задолго до моего сражения. Но все протеяне знали о той истории. Когда мы обнаружили Рахни, они занимались тем, что пилить мысли друг другу. Наших учёных заинтересовала их биология. Рахни были отлично приспособлены к сложным условиям. Их начали разводить, отбирая самых хитрых и агрессивных королев. Потом натравили их на наших врагов. Какое-то время всё было нормально. Потом Рахни стали слишком хитры и агрессивны. Они напали и на нас. Мы уничтожили их, чтобы они не смогли развиваться дальше. То есть думали, что уничтожили. Кажется, наш эксперимент обернулся в трагедии для вашего цикла. Ааа, возможно. Но я спас их. И я спас эту королеву. Может он тут внизу сидит? Нет? Что, где он? Где он сидит? Вообще не пойму. Может он в самом нижнем отсеке где-то? Капитан. 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 Командер. Не знаю, когда мы идем. Так, ладно. Новости идёт. Репортажи. Так, а до челнока. Так. Тут я всё менял, да? Вроде да. А, нет. Вот винтовка. Что у меня это делает? Урон. Подожди, это чудо нету. Фигня, какая-то хищник. Подожди, а ну правильно. Она пятого уровня должна быть. Да. Гарпун. Почему у него прицел в другой стол? Странно. Странно, странно. Так. А собака? О, Картес. А всё в порядке, Шепер? Да, у меня в порядке у тебя. Так, а с тобой? Рекс, настоящий сорвиголова. Спорю много интересных историй, может рассказать. Возможно. Так. А чем я ещё пользуюсь? В принципе, может быть стабильна. Аргус, Аргус, Валькирия, Грабитель. Но из этого ничем. Так, а что я могу купить? А... То что? Акалит? Так, материалы для ПП. Личная тема, урон. Пистолет, пулемёт. А... Для пистолета. Площает урон на силу выстрелом в голову. Площает урон умению на действия. Для пистолета. Энергический усилий для пистолет-пулемёта. А у меня сто сорок две тысячи. Так. Ничего нового, я так понял, не завезли тут особо. Площает пробивать объект толщиной в 1,2 метра, на себя при этом на 45% меньше урон. Также пробивать 8% защиты бронебойных целей увеличивается вес оружия. Так, для дробовика. Поплощает точность. Так, канал. Рыбок возьмём. А вот этих возьмём карпов возьмём полосатую возьмём. А для них этот... Там отдельная кормушка, как-то должна была называться что ли. Дробовик-яд. Пистолет-пулемёт. Пистолет-пулемёт. А для штурма уменьшает вес, вес, вес. Запрос из спектра. Чёрная вдова. Насколько вот она сильная? Сильнее ли моей она? Как бы я-то могу её купить? Вот. Разоритель. Сербера. Модифицированная цербером винтовка мотыга. Является полностью автоматической. Инженерам удалось решить проблему. Тайфун. Ого. Оригинальный лёгкий пулемёт с защитным щитком для лица стрелка, прикрывающий от пуль противника. Его огневая мощь и отдача настолько велики, что для её уменьшения на оружие был установлен в высокотехнологии кинетические редукторы, которые препятствуют поднятию ствола при стрельбе. Этот редуктор ограничится любое примещение оружия, поэтому бойцы не используют его в движении, а включают только при стрельбе или укрытии. Тиранья Н7. Ой, это гранатомёт у меня был во второй полном части. Струмовая винтовка. Как на разуме во время войны со жнецами писал, как сотрудники с ним начали помогать силам сопротивления на других планетах, в ближайшем большинстве. Ага. Ураган. А крестоносец. Герой. Снайперская винтовка. Испитана солдатами ильянцев в суровом курсе. Выживание на планете Крул-Жавен. Это изящная роль сложной системы контроля огня, которая повышает точность рыбы, стабилизируя стол во время прицелливая. Хотя это и достигает за счёт снижения боезапаса и скорострельности. Многие солдаты считают, что увеличенная меткость и ускоренное время перезарядки того стоит. Орел, валькирия, ровно финтон для своей пехоты. Вот, высокая. Так, позже. Ага, ага. Так. Как, здесь, это понятно. Здесь, что. Ааа, понятно, 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 было, было. Угу, вот, автоматическая кормушка. Ни хрена тебе настоит. Так, ладно, закрыть. Ну, зато руки не сдохнут. Как-то так. Так, всё на этом серию мы заканчиваем уже, собственно. Собственно, да, данные, что там, планеты и регионы, Беннинг. Аня, когда был процветающим колоний людей, но потом жнецы забрали большую часть его населения на обработку. На планете, однако, ещё остались очаги гражданского сопротивления, укрывавшихся от жнецов и регулярно пытаешься спасти других. Продолжая отвечать радиус сопротивления, запущенное во время первых атак, оно предлагает выжившим объединиться и обсуждают слухи о доступных убежищах. К несчастью, такие слухи начали приводить уцелевшие в засады, что лишь усиливает отчаяние тех, кто остался на свободе. Несмотря ни на что, продолжает функционировать автоматизированная отельхохотязательная система Беннинга, накопившаяся на складах планеты необычных больших запасов продуктов. Я понял. Так, о технологии. Завеса. То, что округа называет завеса, является технологическим остатком времени славянского воспитания. После того, как в результате ядерной войны на тучанке в атмосферу были выпущены тонны дыма и пыли, планета временно остыла в результате глобального затемнения. За исключение полюсов, где отражательная способность была снижена сажи и облаками. В результате таяния огромной полосы вечной мерзлоты планета выпустила в атмосферу метан, оставшийся с предыдущего десятилетия. Этот мощный парниковый эффект привел в действие тепловой цикл, получивший название «Ядерное лето». Без помощи извне тучанка бы немедленно вымерла. Решением славянцев была завеса – постоянный фильтр солнечного света, состоящий из множества дефрагнирующих линз, размещенных в точках Лагранжа Л1. Славянцы установили метод доставки, известный как «башни завесы». Башни были огромными колоннами, которые могли достать линзы в космос вместе с необходимым для отслеживания оборудованием. Многие вожаки Кроганов одобрили план, желая спасения от своего мира. Другие же, увидев военные перспективы использования башен, завеса находилась в действии последних десятилетий. Восстание Крогана закончилось уничтожением практически всех башен, единственное сохранившее стало использовано для наблюдения за погодой. Она остается как напоминание о том времени, когда Кроган и Славарианцы помогали друг другу. Так, понятно, кодекс технологии. Лекарства от генофага. Вероятный эффект генофага возможно обратить, изучив генетические данные из личной женщины Крогана. Калорианец-генетик по имени Мелон, бывший ученик доктора Мордина Солса, открыл лекарства от генофага, проводя не совсем отничные эксперименты на живых подопытных. Сложность и надежность генофага связаны с биохимическими контрмерами, которые Кроганцы используют при создании этого заболевания, чтобы сделать бесплодие неизлечимым. Никто наверняка не знает, как Мелон удалось обойти контрмеры, но его листат достаточно полны, чтобы их можно было воспроизвести. В своей оригинальной форме лекарства становило эффективность, но сильно повредило иммунную систему, что привело к медленной и болезненной смерти всех подопытных Мелона. Кроме одной, если удастся отставить в лекарстве исключительно положительные эффекты, то в специально созданном вирусе можно будет исправить измененные гены других Кроганов. А родная планета Кроганов отличается экстремальной температурой, смертельными болезнями и опасной фауной. Примерно в 1900 году до нашей эры Кроганы открыли атомное оружие и вскоре довели свою планету до состояния ядерной зимы. Большая часть населения ушла в подземные бункеры, и культура Кроганов опустилась до уровня темных веков, а власть захватили племенные кланы. В 80-х годах нашей эры, когда уже несколько десятилетий шли Рахнийские войны, Соларианский союз впервые встретился с остальными Кроганами и инициировал среди них культурный подъем, чтобы сделать из Крогана современную армию, способную сражаться с Рахней. В это время Соларианцы построили на Турчанке завесу, чтобы защитить планету от вредной солнечной радиации. Позже, во время восстания Кроганов, их темпы размножения были искусственно снижены генофагом, тем расчетом, чтобы Рахтак Кроганов прекратила развиваться, а Турчанка, как и прежде, оставалась в выжженной пустыне. Понятно. Так, что дальше тут? Приоритет Турчанка. Лекарство от генофага готово, но синтезировать и распылить его на Турчанка нужно при помощи башни Пелены. Высадите на Турчанке и доставьте Еву к башне. Цербер уничтожает мирное население на Беннинге. Высадите на Турчанке и за 4 гражданских, пока идет эвакуация. Хорошо. Так, отряд 4. Так, куда мы можем полететь? Давайте сразу туда отправимся и уже в следующей серии непосредственно... Что, да, тут? Тут ничего. Ретранслятор. Ретранслятор. Ну ничего тут нету. Блядь, зато ежницы. Ничего тут не появилось. Ничего нету. Жницы есть, их нету. Ладно, сейчас будем улетать тогда. Улетаем, улетаем, улетаем. Так. Так, может, на 100 дель слетать. А, бассейк конская голова. Туманность Петра, похищенный тербером. Ладно, давайте поток Арктура. И на этом мы закончим. А, как-то так. Станция Арктура. Это что? Станция Арктура. Там. Сохранить. Подписывайтесь. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в описании под видео. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok